всех приветствую сегодня 10 июля мы смотрим что с битком и видим что пошла коррекция сильная началась она довольно интересно то есть сначала был на азии такой сильный памп и резко 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 его слили то есть по классике все делают ведь такие шпильки и потом вот и сливают соответственно картина пугает тех кто сидит лангах и медведям дайте на он что слили надо как бы шортить соответственно смотрим что у нас происходит до шарты пошли вверх ты пошли вверх уже начинает формироваться потенциальная медвежья ловушка но скорее всего все это дело еще ниже уйдет ну чтобы баланс соблюсти потому что я не думаю что в этой зоне проторгуемся выше пойдем хотя так если глянуть на стакан в целом выкупают очень неплохо все это дело поддержка есть и глянем ниже мы увидим что в головах у трейдеров и большинство трейдеров как мы видим вот ловит по 6 300 но чуть ниже биток тут стенки хорошие стоят они же мы глянем и не ждутся но ниже чем 6 26 300 ну что это означает ну либо они просто так глубоко сильно не смотрят и рассчитывают как бы на определенную зону что она выстоит соответственно можно и сразу нарисовать примерно вот тут она здесь вот в этой зоне планируется закупа у трейдеров которые считают что это первое движение так ему коррекция и на это горит на зайти на 7000 их нам чуть повыше соответственно это первый вариант бычий есть такой вариант полу бычий что это была просто коррекция вот к этому движению но она еще не завершена сейчас она чуть-чуть корректируется и продолжится и в районе там 7200 мы пойдем выбивать вот это дно это вариант тройной зигзаг его можно назвать либо это двойной зигзаг какой-то более сложный не буду все это развал новость но суть в том что вот в этой зоне в принципе можно ланги добирать то есть кто вот здесь вот разгрузил тема ланцы здесь могут докупить но есть в этом деле подвох то есть если волны иначе посчитать то можно посмотреть что скорее всего может быть это какая-нибудь четвертая волна либо вот это была первая а вот это такая маленькая вторая и пойдем еще ниже но то что это 2 вряд ли думаю надо что 4 и мы нарисуем что-то в таком духе вот этот вариант нужно держать в уме что 5 500 то мы еще не сделали как бы эта цель она как была так и осталось никуда она не ушла то есть вот можем нарисовать один два три 4 5 и потом только пойти вверх соответственно кто здесь в лангах а есть большой риск что вот эту зону пробьют на сковой ниже закрепиться и пойдем ниже выбивать соответственно тут есть риск грубо говоря на 5 500 загонять может быть даже чуть пониже 5 200 5 500 куда-то туда смотрит поэтому рисково все это дело в этот рынок есть еще раз повторюсь до 5 500 видите всего 4000 битков вот смешно то есть все кто хотели купить здесь вот в этой зоне они свои ордера выше сдвинули либо купили прям по рынку вот в этой про торговки отчасти поэтому может быть это была бы че ловушка и те кто хотел ниже купить они чтобы на поезд успеть взяли здесь зашли поскольку они здесь купили можно провести атаку пробить вот эту важную зону закрепиться ниже и они тогда продадут и возможно ордера ниже поставить на куда ниже опять же в рынок будет решать то есть опять будет вот такая вот самотоха будем дно искать то есть не очень хороший сценарий так что что этот могу сказать выбирайте любой вариант то есть по логике можно вот 10 зоне 6 200 6 400 там со стопом где-нибудь на 6 100 покупать если проходит ниже закрепляются лучше это все скинуть и не лезть больше в рынок пока не найдется но вот хотя бы вот такая штука про торговочка либо какой-то такой v-образник то есть но вариантов то много так что еще тут есть у нас нашел эффект отчет по фьючерсам вернее в чате мне скинули и что мы видим черты открыты но это отчет на 3 июля а сегодня как мы видим уже 10 и следующий отчет будет только в понедельник следующий примерно поэтому тяжело определить какой я точно баланс но суть в том что что вот на этом росте шарты до открывали люди примерно вот здесь в зоне 64 6 500 шарты открыты соответственно вот вариант еще может подтвердиться закрытие этих фьючерсов будет 27 числа соответственно нас есть две недели веселье что мы можем медленно медленного не скатиться ну как вариант хотя в целом повторюсь вчерашний прогноз с ростом никто не отменял если вот эта зона устоит если найдется крупный покупатель если здесь формируется медвежья ловушка как вы смотрите уже показал видите пошли шарты вверх соответственно берем вот это дно смотрим на какой она была цене потом берем вершину смотрим какая есть разница между этим дом и вершиной и смотрим что определенном диапазоне цены открылась только те шартов соответственно потом берем стакан и вычитаем эту цифру из стакана на продажу и получается примерный запас хода на можно уйти но еще добавим туда еще залетающих догонку то есть две же ловушки хорошо отрабатывать прошлый раз она была здесь вот на 4000 битков видим что произошло после этого соответственно если здесь такую же ловушку сделают можно ожидать вот такой вот сильное движение вверх на пробой вот это 650 7000 туда куда-то элементарно и если мы глянем ну это уже было у нас вот как мы видим вот она сильный рост то нападение вот она медвежья ловушка и вот пошли ракет рисовать в апреле так что выбирайте я все что думаю сказал больше туда чтобы добавить нечего я лично буду вот в этой зоне докупать много не буду брать потому что риски есть вот вниз пойти шортить я не стал потому что ну рынок довольно сильно себя ведет хотя есть один интересный сигнал полюли альты особенно если взять eos какой нибудь то мы видим что мы просто слили как унитаз и он настолько низко слился что такое ощущение что он все одно пойдет пробивать как на 6 половины на 6 и там уже будут ловить то есть это совпадает со сценарием опять 500 битка так что имейте ввиду если альты себя слабо ведут то это означает одно либо биток и искусственно держит либо там формируется медвежья ловушка на битке чтобы все верили в рост а по альтам уже шортят то есть уже пошли крупные игроки сюда в шорты залетать любят сбрасывать то что ниже купили непонятно ночью то что альты льют это плохая плохая такая примета поэтому решайте сами то есть я в принципе как был зарос так и есть но если зона 6 200 там 6 400 не устоит то все поменяется не поедем ниже если будет рост от той зоны то опять же надо смотреть куда как кто там это все делает то есть начнем топливе идем то есть либо так будет шорсквиз либо там будут киты на марже вот как сейчас докупать то есть вариантов много разных соответственно единственный вариант сидеть наблюдать думаю на этом все больше добавить нечего и до завтра